Уже больше чем год, мы, наверное, почти два года занимаемся развитием вопчата. И у меня сегодня такая тема, да, про переход онлайн-сообщества оффлайн, потому что довольно часто нас спрашивают про виртуальность и реальность, как-то, зачем вы делаете, ведь соседство, это же такая, там, оффлайн-герва, зачем вы ее диджитализируете? Вот, чтобы развернуть ответить на этот вопрос, расскажи тогда, Нужен микрофон или... Мы делаем запись, чтобы лучше было. Хорошо. Все начиналось с идеи, и было понятно, что идея классная, она витает в воздухе, все хотят общаться с соседями, говорят, что это очень полезно, ознакомиться в лифте это неловко, а вот если бы они были у меня в приложении, вот я бы этим обязательно пользовался. Вот, то есть, когда мы это обсуждали с кем-то, с потенциальными нашими пользователями, они все до единого выглядели замечательно, прекрасно, это просто очень круто. Вот, мы прошли через стадию проектирования, и, кажется, была такая большая, что раньше ее дружили с соседями, а теперь нет, и это превратилось в приложение, которое вы видите на экране, к моменту запуска в F-Lock, там было три функции, это общение с соседями, это админвещание и админуслуры. Ну, соответственно, можно было посмотреть на всех своих соседей, которые живут в твоем доме или поблизости, и чтобы протестировать эту гипотезу, мы, гипотезу того, что соседям действительно нравится общаться друг с другом, действительно будет заходить, но в час, чтобы найти своих соседей, мы решили пилотироваться в Чертаново. Мы на самом деле пилотировались в нескольких локациях, но Чертаново было для нас такой легкой точкой входа. Мой коллега Влад Кренин, основатель этого приложения, он живет в северном Чертаново, и когда идет месседж, что я основатель этого приложения, давайте мы теперь познакомимся, и это очень такая хорошая коммуникация, легкая точка входа. Я чуть не познакомился. Я чуть не познакомился. Чуть не познакомился? Хотя улег с ним что-то. Чуть-чуть не дожали. Соответственно, мы начали с Чертаново, и увлекались жителей, у нас были плакаты, у нас были какие-то активности на улице, мы, в общем, ловили людей, идущих от метро и так далее, мы будем так или иначе рассказывать про свое приложение, и у нас набралось в итоге на сетях месяцев, полтора или два месяца у нас нашло, ушло на то, чтобы получить больше 200 пользователей, после этого пошла такая жука, что называется, люди начали общаться в чатах, каждый день кто-то писал туда, люди знакомились, люди добавляли вещи в разделы вещи, люди предлагали какие-то свои услуги и так далее, и список тем, которые обсуждались в локальных чатах, он был самый разный, банально мы знакомимся, когда каждый день новые люди писали привет, 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 и все их тоже приветствовали, до каких-то очень классных кейсов, когда кто-то написал про то, что ребята очень нужно в аэропорт, а таксицы заломили цены, и кто-то реально откликнулся и реально подвез. Человека до Домодедова, было очень круто узнать, что и случилось. Люди обсуждали какие-то темы с парковкой, которые идут в два ряда, и по чем у нас подземный парк, в общем, нам казалось, что это очень круто, и мы там смотрели на какие-то свои метрики, и мы обрадовались, что они примерно такие, как мы их предполагали, но, в общем, мы как бы были на высоте, это все, триумф, шампанское. Но мы начали общаться с нашими коллегами, естественно, мы фиксикаемся с большим количеством людей про города, про умные города, про губанистику и так далее, и они задали нам очень как раз на вопрос, есть ли у вас на самом деле сообщество? Потому что те люди, которые онлайн у вас там что-то мерзавое перетирают, они не являются на самом деле сообществом. Что такое сообщество? И вот эти бездушные урбанисты закупорили наше шампанское, что сообщество на самом деле, это те люди, которые разделяют общие ценности, их объединяют общие действия, они только через действия, через совместные какие-то активности могут чувствовать территорию, на которой они живут, своей. Потому что если вы, они вышли и высадили цветы на клумбу, они чувствуют эту территорию теперь принадлежащую именно им, вот этому сообществу. Если этого не произошло, они в чатике обсудили, как они высаживают цветы, если это не произошло, ничего не получилось. И мы начали переживать по этому поводу, расстраиваться, что у нас там в самом деле не сообщество, что онлайн-приложения эти сообщества формировать не могут, начали думать в этом направлении, но все решило само собой, когда один из локальных активистов, это была инициатива локального лидера, фотографа, который вдруг написал в чате, а давайте встретимся. И назову это оффлайн-встреча. Чатик. И начал туда приглашать людей, и мы так затаились. Как давайте-давайте в эту неделю, не пошло. Он поднял волну на следующую неделю на выходных, кто-то окликнулся, мало людей. И в итоге на третью или на четвертую неделю получилось так, что собралось достаточное количество народа, которое согласилось встретиться оффлайн. И для нас это был такой очень важный момент, случится или не случится. Вот. Был вопрос, куда пойти, и вот здесь это был единственный момент, когда мы вмешались в эту дискуссию. Мы всегда присутствовали в этом чате, все знали, что мы создатели приложения, и, если что, там можно проконсультировать функционал, но мы никогда не прикладывались жителям Чертанова. И мы, собственно, знали, что есть культурный центр Чертанова, который очень круто отреконструирован. Там идет 3D-моделирование для детей, сейчас 3D-принтинг и какие-то еще очень крутые курсы. Там очень модные, типа такого помещения. И они нас очень звали, говорят, давайте мы соседские активности будем проводить здесь. А у нас как бы не было ничего, что им предложить. И в чате начали обсуждать, давайте встретимся в шоколаднице, давайте встретимся в баре. И это, на самом деле, интересный момент, что люди, мы много говорим про соседские сообщества и то, что они должны приходить в соседский центр и здорово было бы создавать соседский центр. Но по факту соседский центр существовал, очень ждал и звал соседей, но у них не пришло в голову, что можно на самом деле туда прийти и там собраться. Мы эту идею не подкинули, они все согласились, мы сделали буквально один звонок в какой-то культурный центр и там сказали, конечно, мы вас ждем. И как итог, пришло 12 человек, плюс мы, те, кто пришел с ними познакомиться. Люди подходили постепенно, знакомились. Сначала были какие-то профессиональные тематики, вот это, знаете, типичные, как тебя зовут, ты откуда? Ты откуда? Неинтересно спрашивать, потому что все как бы из соседних домов. И дальше люди начинали говорить про свои увлечения, где работают, кто откуда приехал. Получилось так, что примерно 75% пришедших на встречу жили в районе 2-3 года или меньше. Ну то есть они искали какого-то или знакомства, или локального совета, и они пришли вот, чтобы все это там получить. Еще 25% нескольких человек, они жили там, в районе 30 лет, травили байки про оторвавшийся кусок крыши, который он летал, два дня, ну че в там, какие-то еще байки. В общем, это было очень здорово. Они в итоге нашли какие-то общие темы, которые интересны всем, потому что было опасение, что люди достаточно разные, что сообщество поинтересное это. Все, что их объединяет, это единая локация. Вот. Темы нашлись, очень здорово. И... И по сути сформировался костяк. Те люди, которые поверили друг другу, увидели, что они настоящие, открытые, адекватные, да, самый большой страх, что у тебя за стенкой живет упырь. Да? Вот. Вот. Потому что, ну, ты с ним никак не общаешься, не видишь, не знакомишься, а когда ты с ним сталкиваешься, там, сначала онлайн, потом на сельской встрече, выясняется, что это оказывается нормальные, адекватные, приятные люди. С ними можно интересно общаться. Вот. Прям рвется костяк из этого сообщества, который и дальше в, собственно, в приложении видно, что они являются такой инициативной группой, что они как бы вводят уже новых членов в курс дела, как здесь все устроено и так далее. Вот. И они между собой познакомились, обменялись телефонами, друг другу стали помогать. Фотограф делал фотосессию для вязальщицы. Женщины держат очень стильные, крутые свитера, такие разноцветные. Они отправили фотографии на какой-то конкурс, заняли первое место, они, естественно, радовались очень. В общем, такие начались локальные истории людей, которые познакомились онлайн. По сути. Вот. Собственно, если поделиться опытом, если здесь кто-то пришел, я так понял, что кто-то пришел в своем приложении, кто-то пришел просто с этого любопытствовать, если обращаться к локальным активистам, как же хочется, чтобы в нашем районе тоже было сообщество, по нашему импорту, то, что мы преодолели. Самый простой способ, как нам кажется, сначала собрать сообщество онлайн, потому что знакомиться онлайн все-таки проще, чем хватать людей на улице за руку и говорить, привет, я вот здесь собираю в локальном сообществе. Неловко. Гораздо проще и удобнее собирать сначала онлайн, переходить в оффлайн. Обязательно, обязательно, обязательно должен появиться лидер. У нас, чтобы собирать само собой, это можно считать удачей. Харизматичные, интересные люди, которые звали на встречу, и с ними интересно было идти встретиться. Если такого лидера в вашем районе нет, и вы его не видите, и таким лидером можно стать самостоятельно, с моей точки зрения, это такая работа над лидерством, и в принципе это такая посильная задача. И хенты по первой встрече я стал подробно рассказывать на слайде, но это первая локация, мы выбрали бесплатную, но очень приятную локацию при этом, если бы это была кофемания, например, с каким-то дорогим кофе, возможно, кому-то показалось, что им карман, если бы мы пошли пить пиво, то я сказал, я не пью пиво, это как-то рассеивает на нулевом этапе сообщества, когда так еще не справилось, поэтому есть смысл выбрать очень нейтральную локацию, которая не требует денег, не требует каких-то специальных действий. Прямо соседский центр, который отреставрирован, как серый на кирптанах, очень подходит, я знаю, что в районах они появляются каждые полгода, которые отреставрированы. Вот. Темы, если лидер эту тему собирает, он в некоторой степени является модератным, этой истории не нужно, наверное, сразу начинать про то, что, ах, вот, два ряда паркуются, или какие-то еще такие напряженные темы, или мамы, две мамы встретились, и они как бы сразу отсели свои вопросы обсуждать в сторону, потому что понимали, что это какая-то очень узкая тематика, и тот, кто организует встречу, наверное, должен подумать по широкой теме, на которой интересно всем общаться. И самое сложное, это в конце, я это узнал, на самом деле, в спортзале тренер сказал, я думаю, что самое сложное в тренировке. Я не знаю, там, руки, ноги, что. Нет, самое сложное прийти в следующий раз. В общем, тут такая же история с логальным сообществом, что если собрать задажды, очень важно, чтобы эта история не протухла и не осталась в истории, чертамного сообщества собиралась с периодичностью раз в месяц, каждую неделю встречаться немножко перепор людей и достаточно скучают друг по другу. А раз в месяц это какая-то такая понятный всем интервал. Мы приглашаем активистов на платформе собирать онлайн сообщества, обязательно превращать их в офлайн, потому что урбанисты говорят, что это только так правильно. Теперь мы, наверное, с ними согласны. Будем ждать вас и если есть прямо сейчас вопросы, будут рады у нас. Спасибо. Спасибо. Как вы привлекали вообще сообщества, которые привлекали людей? Мы наши... Как мы привлекали людей в наше диджитал-приложение? Наше диджитал-приложение мы привлекали очень не диджитал-методами. мы на самом деле расклеивали листовки и плакаты в лифтах, иногда ругались, иногда разрешали. У нас даже... чертанова видимо, в некоторой степени она тоже помогла. Не уверена, что прям все показывали чертановы, но это аналогические издержки. в целом через некоторые цифровые каналы, пробовали заходить через группы, которые уже существуют, то есть есть там типичная черта группы, где уже люди в каком-то виде локальные темы обсуждают, но столкнулись с тем, что там 5000 рублей за пост и повисит он 12 часов, а потом мы его удалим и такой подход да, нам немножко непонятен неприятен и вот мы не всегда таким приложением не воспользовались. В целом это такое полупродвижение, мы старались заходить через онлайн доступные каналы и то есть по сути это на месте мы выбирали такие точки места силы, где люди шли в метро, шли в парк и встречались с ними, общались. Паша, офлайн-встречи, которые проходят, мне кажется, у участников прирастает? Или у вас пока нет нет в случае из Чертанова у нас получилась такая история, что костяк объединен цен он собирал еще несколько месяцев паре встречи и там было 12, 8, 7, 6 и потом они просто начали ходить друг к другу в гости и ну то есть они просто подружились они подружились да, и ну то есть я должен констатировать, что они перешли какие-то другие мессенджеры из Мокчата обняли телефон и ушли на группу в WhatsApp то есть мы точно знаем, что они друг с другом до сих пор общаются и дружат но соседские встречи да, они скорее сошли на нет и это сообщество теперь оно такое в виде кистюкассов что он так жив Мокчат Русские общаются обмениваются он жив да, былой активности там нет вот но в целом да, какая-то активность продолжается до сих пор Продолжение следует...